Это урок пенсионной грамотности. Накопилось много интересной и новой информации, актуальных для Пенсионного фонда и для всех, кто имеет дело с пенсией. Ну и предпенсионеров это тоже касается. Поэтому сегодня у нас в студии начальник управления и установления пенсии отдела ПФР по Владимирской области Людмила Колпакова. Людмила Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну прежде всего поздравим всех, кто на настоящий момент уже получает пенсию. И с 1 июня они ощутимо увидели, что изменился размер пенсии. Да, конечно. Всегда приходите приятно с хорошими новостями. И сегодня мы еще раз, потому что мы уже рассказывали об этом, еще раз хочется рассказать о той индексации, которую мы провели с 1 января 2022 года. На сегодняшний момент произведена индексация всех видов пенсий на 10%. И кого она коснулась? У нас сегодня на территории Владимирской области 413 тысяч пенсионеров, которые получают у нас пенсию, и 28 тысяч пенсионеров, которые получают социальную пенсию. И вот всем данным гражданам была произведена индексация пенсии. Мне бы хотелось только пояснить, что индексация проходит индивидуально по каждому человеку. И поэтому размер пенсии, естественно, меняется в сторону увеличения у каждого по-своему, в зависимости от его предыдущего размера пенсии. Но в среднем по Владимирской области размер пенсии, теперь средний размер пенсии стал составлять 18 600 рублей. Ну и мы, конечно, считаем, что это все-таки на сегодня большой такой, знаете, значимый скачок, потому что получается, что за 6 месяцев 2022 года это вторая индексация для наших пенсионеров. И она уже составила практически 19%. Вы помните, что мы с вами в январе-феврале делали индексацию, и вот теперь в июне опять пенсии проиндексированы. Значит, у нас сейчас поступают звонки. Поступают звонки, и люди не совсем понимают, например, почему такая сумма. Поэтому хочется сегодня довести до всех телезрителей. Как бы просчитать свою индексацию очень просто. Необходимо просто взять общий размер пенсии, увеличить на 10%, и у вас получается уже новый размер пенсии. Мы выплату начали уже производить. С 3 июня эта выплата у нас производится уже в почтовых отделениях связи. С 6-го у нас первые выплаты пошли в кредитных учреждениях. Ну и в дальнейшем, в течение месяца, все, кто получает у нас сегодня в кредитных учреждениях, получат данные новые выплаты. Но у нас есть пенсионеры, которые получают сегодня пенсию, вернее, назначаются им пенсии ниже прожиточного минимума. Мы с вами знаем прекрасно, да, об этом было объявлено, что теперь с 1 июня изменился и прожиточный минимум. И прожиточный минимум пенсионера изменился, естественно, и для жителей Владимирской области. Теперь он стал составлять 11 612 рублей. И для всех неработающих пенсионеров, вот ключевое слово неработающих, сегодня произведена федеральная социальная доплата, и теперь наши неработающие граждане не могут получить меньше пенсию, чем 11 612 рублей. Эти доплаты произведены, и люди в июне месяце их уже будут получать. Ну, это еще не последняя индексация пенсии в этом году. Ну, мы все-таки ждем еще каких-то новостей, да, но планово, планово, следующая индексация, вернее, следующая корректировка увеличения нашей пенсии будет уже у работающих пенсионеров с 1 августа. А традиционно на сколько она корректируется? Здесь тоже все зависит индивидуально от того, сколько страховых взносов перечислил работодатель за каждого работающего человека, пенсионера. На сегодняшний момент у нас работают по Владимирской области более 30% наших пенсионеров. И на сегодняшний момент, значит, мы понимаем с вами, да, что все эти работающие пенсионеры 1 августа получат уже новые суммы. То есть мы уже готовимся к этой корректировке, к нам приходить не нужно, мы все это делаем автоматически, все сведения о страховых взносах к нам поступают. Поэтому эта корректировка, или, как проще говоря, этот перерасчет по страховым взносам, мы сделаем все, всем нашим работающим пенсионерам в июле месяце, и с 1 августа наши работающие пенсионеры уже получат прибавку. Единственное, хотелось бы напомнить, что на сегодняшний момент прибавка не может быть выше 3 баллов. На сегодняшний момент с 1 июня у нас увеличилась стоимость пенсионного балла и стала составлять 101 балл, стал составлять сумма 118 рублей 10 копеек. Ну, то есть мы с вами уже понимаем. А было сколько? А было 98, да. То есть мы прибавляем с вами, видим, да, что у нас начинает уже и рост идет для работающих пенсионеров с суммы прибавки, которую они будут получать. Поэтому на сегодняшний момент, ну, это радостно, да, что наши люди будут получать побольше, как бы, и все равно мы ждем все-таки впереди еще какую-нибудь индексацию. Я так думаю, что если планово, то это будет с 1 января следующего года. Поясните еще раз нашим телезрителям, какую функцию выполняет пенсионный балл. Сегодня от пенсионного балла зависит, в принципе, сам размер пенсии. Что такое пенсионный балл? У многих пока непонимание, что же он означает, да. На сегодняшний момент это перевод заработной платы человека за год, за каждый год, для того, чтобы не обесценивать те деньги, которые человек получил. Значит, его заработная плата за год, потому что вот вы, Анечка, молодая еще, да, мы пока сейчас конвертируем вашу заработную плату в пенсионный балл. Вы зарабатываете каждый год, набираете пенсионные баллы, и когда настанет время вам уходить на пенсию, применится та стоимость пенсионного балла, когда вы будете уходить, и все ваши баллы будут умножаться именно на эту сумму. То есть таким путем у нас, получается, человек не теряет ничего в сегодняшнем времени, потому что зарабатывает он сегодня, а пенсию он получит кто-то через 20, а кто-то через 40 лет. И сегодня пенсионный балл, конечно, большую роль играет и для тех, кому сейчас назначать будут пенсию, да, тот, кто в преддверии назначения пенсии. Поэтому всегда надо думать, какая же зарплата сегодня человек получает, и, наверное, даже не главное, какую он получает, а чтобы она была белой. Почему? Потому что возникают сейчас вопросы, когда человек не задумывается, он получает в конверте, а когда подходит пенсия, ему объясняют, что вы не заработали ничего. То есть работодатель представил сегодня минимальный размер, который он указал. И сегодня у нас у людей возникает такой, знаете, испуг, а почему у меня такая пенсия. Но мы уже говорим это из года в год, из дня в день, да, пожалуйста. Мы сейчас выходим в учебное заведение, мы рассказываем о том, что надо думать с момента того, как ты приступил к работе, ты встал на свою трудовую тропу, сразу задумываться о том, что у нас все должно отражаться на лицевом счете данного человека. И поэтому человек должен обязательно понимать, если это белая зарплата, она потом сможет обеспечить достойную пенсию. Если он не думает об этом, ну тогда он придет к другому итогу в своей жизни. Кстати, что касается начала трудовой деятельности, да, уже у современной молодежи нет права выбора перейти на электронную трудовую книжку, либо иметь бумажный формат. Вот как сегодня владимирцы усвоили уже это. Ну, вы знаете, было проведено очень много информационно-разъяснительной работы. И нас, наверное, радует то, что на сегодняшний момент все-таки жители Владимирской области понимают, да, что мы живем с вами сегодня в эпоху цифрализации, да, и на сегодняшний момент мы должны понимать, что все равно в приоритете это электронные виды наших документов. И у нас, конечно, многие сейчас переходят на электронный документоборот. Ну, а бухгалтерии, кадровики на предприятиях, они прекрасно знают, что независимо от того, написал человек заявление или не написал, они все равно нам должны сдать отчет и отчет о работе данного человека в электронном виде. Потому что сегодня мы теперь информируем с этого года мужчин, которым исполнилось 45 лет, женщинам, которым исполнилось 40 лет. Теперь будет ежегодное информирование в день, в месяц рождения человека, когда наступает именно этот возраст. У нас будет информирование, вернее, оно уже идет, информирование данных граждан. И там уже рассказывается, что лежит на лицевом счете у этого человека. И делается предполагаемый расчет пенсии на сегодня. Ну, то есть таким путем мы хотим побудить все-таки людей, а посмотреть, а что же его ждет впереди. И если действительно сегодня реально что-то не так, то мы должны с вами понимать тогда, что мы должны забеспокоиться о своем будущем, чтобы обязательно изменить и действительно реально внести все то, что сегодня на лицевом счете. Есть звонок телезрителя. Галина Ивановна, здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста, да. Отойдите от телевизора. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Хочу обзадить. Повторите, пожалуйста, попытку. Если что, оставьте вопрос нашему оператору. Вот, кстати, еще один вопрос поступил в нашу студию сейчас, что как поймут жители, граждане, которых вы сейчас сказали, тем, кому уже стукнуло 40 лет, как они поймут, что их пригласили? Они получат удовлетворение? Нет, нет, мы их не приглашаем. Им придет информационное письмо. Им придет домой, им ходить никуда не нужно. Это уведомление будет положено в почтовый ящик. Поэтому люди уже увидят на сегодняшний момент, что это пришли сведения из пенсионного фонда. И я просто рекомендую нашим гражданам подумать о своей будущей пенсии. Обязательно внимательно почитать, а не выбрасывать просто в урну. Понимаете, в чем дело? Это ваша дальнейшая жизнь, это ваша судьба в дальнейшем. Это ваша, в конце концов, достойная пенсия. Поэтому проверьте, пожалуйста, а это все ли за вас сдал работодатель? А сколько страховых взносов он за вас отчислил? А куда пошла накопительная часть пенсии? То есть все вы должны проверить и задумываться уже о своей будущей пенсии. Информация о том, если пенсионные накопления находятся в негосударственном фонде, они тоже будут в этом документе? Вот смотрите, на сегодняшний момент мы же сообщаем, в принципе, все, что лежит на лицевом счете. Если на сегодня гражданин написал заявление в негосударственный пенсионный фонд, то его накопительная часть пенсии находится в негосударственном пенсионном фонде. Негосударственные пенсионные фонды также ежегодно информируют наших граждан о тех доходах, которые у них получаются в связи с инвестированием, то есть суммой, которую они вкладывают. Поэтому, если вдруг не поступило такое уведомление, они имеют полное право обратиться в этот негосударственный пенсионный фонд, написать заявление, письмо, обращение. Негосударственные пенсионные фонды все им сообщат. Есть звонок телезрителя. Нелли, здравствуйте. Вас слушаем. Что там у нас? Что там со связью? А продиктуйте, пожалуйста, свой вопрос нашему оператору. И мы обязательно озвучим его. Пожалуйста, записывайте вопросы, и давайте нам в эфир, мы обязательно на них ответим. Пускай вот так вот будет немножко не совсем напрямую, но мы обязательно хотим, чтобы вы дозвонились до нас. Людмила Михайловна специально приходит к нам для того, чтобы была такая прямая связь с аудиторией. Итак, с этим вопросом мы закончили. Да, двигаемся дальше? Дальше, да. Конечно же, мы уже говорили в предыдущих эфирах, но все равно задаются такие вопросы к нам в редакцию тоже. Все-таки какие нюансы по поводу права на досрочный выход на пенсию? Да, то есть как получить досрочный выход на пенсию? Ну, здесь, наверное, надо успокоить многих наших телезрителей. Дело в том, что у нас на сегодняшний момент ничего не изменилось для льготных пенсионеров, вернее так, для выхода на досрочную льготную пенсию, для тех, кто работает по списку номер один и по списку номер два. Ну, наши граждане уже знают, что это за работа, потому что это опубликовано, и на предприятиях уже знают, потому что ежегодно они сдают определенную отчетность к нам в пенсионный фонд по данным гражданам и указывают, что действительно этот человек работает на льготной работе. Поэтому мы перепроверяем все, и для наших граждан ничего у них не поменялось в соответствии с тем законом, который у нас сегодня с вами есть, с 400-й закон, мы их отправляем в их положенный срок на пенсию. Но с 2019 года у нас с вами к этой льготной категории граждан еще теперь присовокупились еще некоторые льготы. То есть у нас есть граждане, которые имеют право на досрочный выход на пенсию при длительном стаже работы. Что означает длительный стаж работы? Это мужчины, которые отработали 42 года стажа, и женщины, которые отработали 37 лет. И у них на сегодняшний момент при наличии вот этого стажа будет право уйти на 2 года раньше положенного срока, но не ранее, чем 60 лет и 55 лет, ну, соответственно, мужчина и женщина. Единственное, у нас, так как это пенсия льготная, там немножечко другой порядок исчисления стажа. Если мы с вами для общего назначения пенсии включаем не только факт работы, но и иные периоды, такие как служба в армии, уход за ребенком, уход за инвалидом первой группы, ну, то есть пособие по безработице. У нас большой период, большие такие у нас есть статья 11, которая на сегодняшний момент дает возможность вот эти все периоды тоже включить как работу. Так вот, для льготной пенсии как раз за продолжительный стаж работы включается только факт работы. Вот многие не совсем это допонимают, приходят, пытаются нам пояснить, что у них сегодня есть и выработан этот стаж. Но когда мы садимся, разбираемся вместе с человеком, то как бы он понимает, что он или еще не доработал, ему надо еще дорабатывать. Потому что человек считает весь трудовой стаж, в том числе и армию, и учебу. То есть вот это все не включается. Поэтому продолжительный, он и называется льготная пенсия, за продолжительный стаж работы. Вот поэтому мы учитываем в этом случае только стаж работы или периоды временной нетрудоспособности, если человек вдруг заболел. Это первая категория льготников, которые на сегодняшний момент с 2019 года теперь имеют право обратиться к нам за льготной пенсией. У нас, конечно, сегодня очень много, я бы так сказала, расширен круг сегодня матерей, которые также имеют право уйти раньше на пенсию. То есть инвалиды с детства или многодетные матери, которые имеют 5 и более детей, они у нас как и уходили, так и сейчас уходят в 50 лет. При наличии 15 лет стажа. Если у нас у мамы 3 ребенка, то теперь она может уходить в 57 лет. Это будет актуально уже в 2024 году, потому что пенсия по старости у нас уже будет назначаться в 58. Поэтому там, где трое детишек у мамы есть, то теперь ей уже будет как раз актуально уйти в 57. В 56 лет у нас могут уйти женщины, которые на сегодняшний момент имеют 4 детишек. Поэтому, видите, сегодня расширяется как раз вот эта льготная подборка людей, которые у нас имеют право уйти раньше на льготную пенсию. Значит, у нас на сегодняшний момент немножко видоизменения пенсии досрочных. Это медицинских работников, педагогических, творческих работников. Если они вырабатывают стаж на сегодня, например, на 2022 год, то у них, как и у остальных наших граждан, немножко отложен возраст выхода на данную пенсию. Поэтому, если люди к нам приходят и говорят, я выработал стаж, например, медицинский или педагогический, то наши сотрудники объясняют, что сейчас мы возьмем документы для того, чтобы провести заблаговременную работу, и определяют, когда человек будет приобретать право на пенсию. Единственное, что бы хотела сказать, что при всех этих наших нововведениях, что же может человек в 55 женщина и в 60 мужчина? Во-первых, он предпенсионер, у него много сейчас льгот, налоговые они могут получить, но и в том числе, вот как раз в этот период времени они могут обратиться к нам или через портал государственных услуг, или через, например, на сегодняшний момент прийти к нам в клиентскую службу и оформить заявление на получение накопительной части пенсии. Да, поступил звонок от телезрителя, телезрительницы. А почему по программе софинансирования пенсии у супруга пенсия увеличилась, а у нее, у нее сейчас настоящий момент, пенсия в 9 тысяч не увеличилась? Ну, давайте мы начнем с того, что, конечно, это надо с человеком разбираться индивидуально, да, поэтому, пожалуйста, вы обратитесь к нам в пенсионный фонд. Ну, про программу софинансирования, как бы, это немножко совершенно другая программа. То есть программа софинансирования говорит о том, что люди у нас вступили в эту программу, и они могут 10 лет производить финансирование на свое будущее увеличение. И тогда им государство доплачивает еще ровно такую же сумму, но не более 12 тысяч рублей. Там сейчас у нас одна определенная сейчас особенность, что надо находиться 5 лет в этой программе и платить. Платить можно не обязательно каждый год, да, например, можно заплатить в конце пятого года всю сумму, какую предпочитает человек. И тогда все это прософинансируется, и человеку уже будет выдаваться на основании его заявления. То есть волей заявления человека должно быть обязательно. Ну, а если говорится сейчас о размере пенсии, то в этом случае, конечно, надо индивидуально подойти и переговорить, или позвонить к нам в пенсионный фонд, и мы разберемся обязательно. Кстати, насколько вообще популярна эта тема софинансирования? Ну, вот смотрите, как-то в последнее время не стали не очень обращать на это внимание, но, наверное, в связи с тем, что внесены определенные изменения. Во-первых, это срок теперь пятилетний, да, и пенсионеры теперь у нас, если они желают вступить в эту программу, значит, то они все равно должны у нас пятилетний срок выдерживать, да. Ну, и поэтому немножечко стих, наверное, тот наплыв заявлений, который у нас перед этим был. Мы с вами говорили о праве на досрочный выход на пенсию. Сегодня насколько активно пользуются этим горожане? Досрочным выходом на пенсию? Ну, нет, у нас как бы жители, конечно, понимают и знают свои права. Поэтому на сегодняшний момент... Ведь мы делаем за два года до наступления пенсионного возраста обязательно за благовременную работу. То есть мы вызываем данных людей, мы объясняем, какие у них есть права. Если у них вдруг по какой-то причине, да, нет на сегодняшний момент документов, мы помогаем им для того, чтобы сделать запросы по этим документам. И, естественно, мы объясняем, есть ли у человека сегодня право на досрочную пенсию. Поэтому граждане у нас обращаются всегда своевременно для того, чтобы узнать, имеют ли они право на льготную пенсию или нет. Еще вопрос. На сколько процентов была первая индексация пенсии? Я так понимаю, в этом году. В этом году. Ну, вот, значит, смотрите. У нас... Вы знаете, что у нас уже это планово. И планово мы первую индексацию сделали в декабре. Выплату начали производить в январе. И первая индексация составляла 5,9%. Но потом, значит, президент принял решение доиндексировать этот размер. И он уже у нас был доиндексирован еще на 2,7%. И в общей сложности мы вернулись и доплатили с января. И размер индексации составил 8,6%. Ну, то есть, вот мы говорим о том, что практически 19% уже на 1 июня проиндексированный был размер пенсии. Прервемся немножко. Прервемся, да. Небольшая пауза. По-прежнему ждем ваших вопросов. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию. Продолжаем урок пенсионной грамотности. В первой части программы мы говорили об индексации пенсии. Да, уже несколько произошло индексации. Будет еще впереди и корректировка в августе. Мы говорили о праве выхода на досрочный выход на пенсию. Да, и как это получить, собственно, кто пользуется этим правом. И сейчас у нас еще одна тема впереди. Это федеральный закон номер 136. Пенсия при потере кормильца. Мы сегодня почему взяли эту тему? А потому что, вы знаете, реализация этого закона началась с 1 июня 2022 года. И, вы знаете, очень хорошо, что наши законодатели сегодня поняли и приняли этот закон. Почему? Потому что, значит, на сегодняшний момент подростки, те, которые учатся в школах, в техникумах или колледжах, им по прежней норме производилась выплата пенсии по случаю потери кормильца только до 30 июня. И потом восстанавливалась только тогда, когда ребенок поступал дальше в какое-то высшее учебное заведение или в колледж. То есть был перерыв. Вот этот летний перерыв, когда ребенку не платился этот размер пенсии. Теперь принят закон. И с 1 июня он у нас теперь действует. Теперь все дети, которым исполнилось летом 18 лет, и если у нас есть документ, подтверждающий, что ребенок учится в школе, в лицее, в колледже, в училище, в техникуме, то в этом случае выплата пенсии по случаю потери кормильца будет продлеваться по 31 августа, то есть до 1 сентября. И если ребенок примет решение и будет куда-то поступать, то в этом случае просто будет продолжаться выплата пенсии при представлении ребенком, куда же он поступил. В этом случае теперь ребенок не будет вот эти 3 месяца оставаться без денег. То есть он просто все лето, независимо от того, что он отдыхает, поступает и так далее и тому подобное, выплаты будут произведены. Это очень хороший, позитивный момент, потому что было очень много вопросов на эту тему. У нас таких получателей более 2 тысяч. И сегодня уже наши сотрудники как раз работают над тем, чтобы продлить всем выплату данных пенсий. И уже с 1 июля наши детки, которым исполнилось 18 лет, как раз и будут получать эти выплаты. Значит, единственное напомню, что выплаты эти будут производиться, если ребенок учится на очном, дневном обучении и не более чем до 23 лет. И еще этот закон внес тоже очень интересный момент. Давайте мы сейчас выслушаем через зрителя. Давайте. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Я имею в виду пенсию свою собственную, но у меня двое взрослых детей. Еще раз повторите вопрос, пожалуйста. У меня двое взрослых детей. Так. У взрослых уже на 40. Я имею право на переградочную пенсию? Ну, вы... Добрый вечер. Наверное, вы имеете в виду... Фанит, да? Сейчас все подойдут. Значит, вы, наверное, имеете в виду, можем ли мы включить время ухода за детьми. То есть на сегодняшний момент, в принципе, мы уже рассмотрели всех наших женщин, которые сегодня находятся на пенсии. Мы посмотрели, какой у них размер пенсии, какие у них есть детки. И всем тем, кому положено, мы сделали перерасчет. Но если вы сомневаетесь и все-таки считаете, что этот перерасчет вам необходим, вы можете прийти к нам со свидетельством о рождении детей, если вдруг у нас их нет, этих документов, да? И мы с вами просчитаем и посмотрим, выгодно ли вам на сегодняшний момент сделать этот перерасчет. В основном заменить или вашу работу на время ухода, или же, если вы в это время не работали, включить время ухода выгодно тем, у кого маленький размер пенсии, маленькая заработная плата была, небольшой стаж. Вот этим получателям пенсии сегодня, конечно, выгодно, и мы практически всем уже сделали такой перерасчет. Но, чтобы не сомневаться, можете обратиться к нам, и мы вместе с вами все посмотрим. Итак, мы возвращаемся к федеральному закону номер 136. Да, вот еще о том новом новшестве, которое сегодня тоже очень радует нас. Почему? Потому что если кормилиц умер, когда ребенку уже исполнилось 18 лет, то ребенку надо было обязательно доказать факт иждивения. То есть он должен был доказать, что действительно тот умерший кормилиц был единственный источник дохода. И всегда у нас это была большая такая тема с нашими обращающимися. Так вот, теперь, в соответствии с тем новым законом, который вступил в силу с 1 июня, если ребенок после 18 лет обращается к нам за пенсией по случаю потери кормильца, обучается в высшем учебном заведении или в колледжах и не работает, то факт иждивения мы теперь не требуем. Значит, у нас это будет касаться только тех детей, которые обучаются и работают. Вот в этом случае мы пока так и остаемся на той теме, что здесь уже надо будет доказать, а находился ли ребенок на иждивении умершего кормильца. Но мы считаем, что сегодня это очень хороший закон, который на сегодня помогает действительно нашим деткам, которые, к сожалению, к нам обращаются за такими видами пенсий. Еще занок от телезрителей. Инвари второй группы, ему 52 года, ему не выдают накопительную часть пенсии. Значит, чтобы было понимание, на сегодняшний момент право, вы, наверное, слышали сегодня меня, и я еще раз хочу повторить вам, что сегодня право на накопительную часть пенсии возникает с моментом достижения пенсионного возраста. 55 лет женщина, 60 мужчина. Не ранее. То есть, получается, в 60 лет? Да, да. Вот в 60 лет человек может обратиться, и ему обязательно выплатят, но только тем, значит, еще раз тогда повторю, по накопительной части пенсии. Право на накопительную часть пенсии на сегодняшний момент имеют женщины 57 года и моложе, и мужчины 53 года и моложе. То есть, вот именно этот возраст сегодня дает нам право с вами на получение накопительной части пенсии. Но опять получить ее одномоментно нельзя, а только при достижении того возраста, который я сегодня озвучила. Еще один вопрос. Да, у женщины трое детей, и, насколько мы поняли, ушел из жизни супруг. Может ли она уйти раньше? Кто? А, первый ребенок, да, ушел из жизни, да? Новорожденный. Может ли она уйти раньше на пенсию? Ну, имеется в виду в 57 лет, да. То есть, на сегодняшний момент, если бы было выдано свидетельство о рождении ребенка, значит, ЗАГС его зарегистрировал как именно рожденного ребенка. Поэтому в этом случае, когда человек к нам обратится, женщина вот данная обратится к нам, она должна будет представить нам свидетельство о рождении и тогда свидетельство о браке. И это даст право ей на сегодня выход на пенсию досрочную, именно в 57 лет. Еще один момент, да, у нас есть звонок, да, телезрители слушаемые. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Слушаем вас, Владимир Иванович. Мне было бы задать вам такой вопрос. Можно? Мне вот 70 лет, я ушел 60 лет на пенсию, и 60 лет я все работаю. Мне такой вопрос. Как мне можно сделать пересчеты на пенсию? Спасибо. Добрый вечер. Значит, на сегодняшний момент в законодательстве нет никаких основ, кроме одного. Значит, вы должны уволиться и не работать. Как только человек увольняется с работы, ему с первого числа следующего месяца как раз производится индексация пенсии, и все те индексы, которые вам не применялись, они применятся, и вы получите уже проиндексированную пенсию. Ничего другого у нас в законодательстве нет. Вообще много ли у нас пенсионеров, которые работают в достаточно преклонном возрасте, но продолжают трудовую деятельность? Да, вы знаете, мы проводим актуарные такие расчеты, мы смотрим. И вы знаете, на сегодняшний момент у нас в основном женщины работают и в возрасте 80 лет. Ну, то есть это и санитарки, и медицинские сестры, значит, вот именно тот старый костяк, так сказать, да, которые до сих пор продолжают работать. Ну, как бы в основном, конечно, это женский контингент. Мужчины у нас работают не очень долго. Ну, 70-75 – это самый большой возраст работающего мужчины. А женщины в передовиках? Да, женщины в передовиках. У нас есть звонок телезрительницы. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне приходится в пенсионный фонд ходить два раза в год. Мне критансы нужно все приносить для начисления льготы по коммуналции. И вот, чтобы затесаться, я по три дня звоню, не могу позвонить за пенсионный фонд. Компьютера у меня нет, я не могу через личный фонд. Вот подскажите номер телефона. По всем номерам, может, я не по тем номерам. Спасибо. Спасибо, спасибо. Хороший вопрос. И так, да, как сегодня можно обратиться в пенсионный фонд? Да, значит, у вас сегодня несколько вариантов. Да, сегодня эти полномочия мы приняли от социальной защиты населения. И с 1 января 2022 года теперь выплатами данными компенсаций занимается пенсионный фонд. На сегодняшний момент у нас есть единый телефон единой линии. Он у нас везде сегодня уже распространен. Он есть везде. Это 8 800 6 и 5 0. Вы попадаете в единый центр, который потом по вашей просьбе, по вашему вопросу уже направляется к нам. Если вы не можете попасть на этот, дозвониться по этому телефону, хотя у нас вроде бы дозваниваются все, вы можете прийти прямо к нам и записаться, когда вам удобно для вашего времени. Единственное, что это сегодня та услуга, которую мы вам оказываем, она занимает длительное время. Поэтому на это время надо вам просто для себя понимать, когда вы можете прийти и занять у нас определенный момент времени для того, чтобы мы вам обработали все эти документы. Но я, к сожалению, не знаю, на какой территории вы находитесь. Почему? Потому что если я вам сейчас буду давать телефоны каждого территориального органа, то это будет очень долго. А вообще-то на сегодняшний момент, вот звоните на тот номер, который я вам продиктовала, у нас на сегодня вот эта горячая линия, она принимает, она многоканальная, и поэтому трубочку берут всегда. Звонков много. Звонков сегодня много идет, поэтому мы стараемся на все звонки отвечать. Вернее, даже отвечаем, неправильно я сказала, отвечаем на все звонки. Но если у вас нет компьютера, вы не можете, в конце концов, вы даже можете зайти к нам, мы вам всегда поможем, запишем, или даже через портал госуслуг расскажем, как это сделать. Вы это сделаете даже у нас. Телезрители с нами на связи. Добрый вечер. Говорите. Алло. Говорите. Значит, я сейчас вопрос задал, мне сюда переведут к суде. Куда? К вам, что ли, да? Да, 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 мы вас слушаем. Я пенсионер в Министерстве обороны. После уволения запаса я работал там в течение пяти лет, непрерывный стаж, и мне назначили пенсию гражданскую. Я сейчас пенсионер не гражданский, с удостоверением все равно положено. При вопрос, когда прибавляют пенсии, увеличат пенсию гражданским пенсионерам, это каким-то образом меня касается вот этой индексации, прибавление к пенсии. Да, да, мы поняли вас. Спасибо, спасибо. Спасибо большое за вопрос, мы поняли ваш вопрос. Значит, вы сегодня получаете два вида пенсии. Вы получаете от своего министерства, от силовой структуры свою основную пенсию, а от нас вы получаете только определенную страховую часть пенсии за работу, как вы сказали, на гражданке, да? И вот при индексации пенсии мы обязательно индексируем и этот размер пенсии. Если у вас возникает вопрос, да, может быть, вы не совсем знаете этот размер, и вас что-то не устраивает в расчетах, обращайтесь к нам в пенсионный фонд, мы вам расскажем, как проиндексировано и какой размер у вас на сегодняшний момент. Значит, вот как раз в сфере, в свете вот этих вопросов. Уважаемые телезрители, не обязательно приходить к нам. Сегодня мы работаем по кодовому слову с вами на телефонах. Вот вам нужно только один раз прийти. Мы с вами, как сегодня работают наши кредитные учреждения, мы с вами записываем кодовое слово, которое вы нам даете, и когда вы нам позвоните по телефону, назовете свое кодовое слово, то мы вам расскажем все. Почему? Потому что мы действительно знаем, что это вы, и мы вам можем объяснить все. И какой у вас расчет пенсии, значит, и какой у вас на сегодняшний момент произошла индексация. Если этого кодового слова нет, то, уважаемые телезрители, вы поймите нас правильно, персональные данные тогда по телефону оглашаться не будут. Тогда должен быть личный прием, да? Конечно, тогда только личный прием. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо нашим телезрителям сегодня за вашу активность, и Людмилу Колопалковой, конечно, за то, что сегодня ответили на все интересующиеся вопросы. Понятно, что их очень много, да? Копите, друзья, до следующего выхода в эфир, до следующей встречи здесь в руки пенсионной грамотности. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. До свидания.